Всем привет, как дела? Меня зовут Йойчи. Сегодня у нас очень интересное видео с прекрасным гостем. Она японская балерина, которая живет в Москве уже 10 лет и также является отличным блогером на ютубе. Это Маришка. Добро пожаловать! Привет! Привет! Как дела? Очень приятно. Меня зовут Йойчи. Да, и меня зовут Марина. Я сейчас немножко расскажу о себе, потому что мне, наверное, многие первые раз увидели. Меня зовут Марина. Это японское мое оригинальное имя, настоящее имя. Я японка, и мне 24 года, и я уже живу в Москве 10 лет. Я сейчас занимаюсь балетом, поэтому, ну, артистка балета. Еще я студентка МГУ на факультете искусства. И сейчас на карантине, да, вот, к сожалению, отменили много спектаклей, поэтому я начинаю свой ютуб-канал. И я познакомлюсь с прекрасным Йойчи, да, познакомлюсь с ним, и сегодня мы снимаем совместные миссии. Я с нестерпением жду, поэтому... Хорошо, да, начинаем, да. Да, начинаем. Йойчи! Йойчи, да. Ну, хорошо, Марина, расскажи, почему ты выбрала приехать в Россию? Потому что я с детства в Японии занималась балетом, классический танец. И для меня был такой образ, что балет, это русский балет. Когда мне было 10 лет, я участвовала в мастер-класс, который русский продаватель приехал в Японию, да. И это была встреча с русским балетом, я узевировала в отторге, да, вот, и тогда я уже, вот, там, решила, что моя мечта, это приехать в Россию, и заниматься балетами, работать, сидеть, вот, поэтому именно выбираю Россию. Но ты, кстати, из Осаки, да? Да. Ну, как бы, ты не боялась переехать в новую страну? Вот это, да, интересный вопрос, но я первый раз приехала в Россию, это 12 лет, да? Ммм, 12 лет. Да, после начала школы, в школе, вот, 6 лет, это было 3 недели, и я тоже думала, что очень волнуешься, да, но мне было так интересно, весело, и я даже не думала, что когда я возвращаюсь в Японию, я очень хотела остаться в России. Да, ты что? Да, только родители боялись, да. Но ты же не говорила по-русски в то время? В то время я знала только алифабет, да, 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 еще я знала несколько слова, вот, там, здравствуйте, спасибо, меня зовут, и так далее, и так далее, да, 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 и я ответила, что когда люди спрашивают меня, что ты знаешь русский, да, я уверена, что да, я знаю русский, вот такая маленькая девушка, да, вот, да, 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 да. Но, на самом деле, вот такой уровень, ну, я ответила, я всегда отвечу, что я говорю русский. Но, до того, как ты переехала в Москву, ты изучала русский язык немножко? Да, чуть-чуть изучала, но в Японии очень трудно, да, где можно идти, да, если университет, да, такой урок, но 12 лет мне девушка не пускает в университет, да, поэтому я искала, ну, мама искала русский преподаватель, русскую женщину, кто, говоря, ебутик, и лично индивидуальные занятия, да, ваше занятие, да, ваше занятие два раза в месяц, да. Ну, какой-то базовый уровень, да? Да, очень-очень базовый уровень, но я уверена, что ответишься, я говорю русский. Отлично, уверенности самое главное, да. Да, на самом деле нет, но главное уверенность. Да, 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 это в России очень оценивают. Да, важно, это важно. Да, ну, как ты приехал в Россию и приехал в Москву, что ты делал, ну, чем ты занималась в Москве? Ну, первый год, ну, в балетном училище я стазировала, как стазировка, да, потому что мне нужно сдать русский язык как урок для иностранцев, вот поэтому стазировка. И со второго года я поступила в школу, в балетную школу, и как русский студентам я сдала экзамен, зачет, и потом три года, да, вот, учила в балетной школе, и после окончания балетной школы я поступила в МГУ. МГУ, здорово. Да, на факультет искусства. Здорово. А ты в то время жила в общежитете, да? Нет, вот, только первый год, когда я стажировалась, вот, я жила в Апсиди, а потом я уже снимала комнату, да, с твоей подругой. Была одна подруга, вот, мама русская, папа японец. О, интересно. И она пригласила, что вот, можно вместе 10 комнат, поэтому я оплатила немножко, и вот, я жила в МГУ. И потом, да, после поступива в МГУ я снимала квартиру, аренду, и до сих пор так. Ну, расскажи, как, ну, был какой-то, ну, сюрприз, жизнь очень сильно отличается от, в Японии, поэтому, ну, как ты думала, ну, сначала, первый год? Ну, да, ну, впервые, вот, там, у меня был такой образ к России, что, вот, там, Россия, там, холодно, медведи, да? Да, балалайкевича. Ну, на самом деле, так нет, вот, и даже люди часто спрашивают, что тебе нормально здесь, в России, вот, удобно? Конечно, есть весь, да, предмет, а еще есть, тут можно комфортно здесь, ну, особенно в Москве, да, я живу в Москве, поэтому... Столица. Могу сказать только о Москве, но вот тут очень современный город, и еще можно купить, даже японскую кухню, да, есть. Да, в последнее время хороший ресторан есть, да. Да, и еще, вот, там, я уверена, что в метро, так, Джошева, потому что, когда у меня были социальная карта, вообще-то, 350-360 рублей в месяц, и можно... А, в месяц? Да, 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 вот, уже 5-6 раза дороже, это точно, да, вот, поэтому я удивилась, что в Москве так. А, но зато есть какое-то неудобство в Москве или в России? Неудобство – это туалет. Туалет, о, так. Потому что в Японии есть везде бесплатный, красивый, чистый туалет. Очень чистый. Например, торговый центр есть, и даже круглосуточный магазин, да, но, наверное, как в России, это такая печелочка, либо перекрестка, да, перекрестка, да. Вы не представляете, что это там, но печелочка есть, чистый туалет. Нет, а в Японии даже такого вот уже, так, круглосуточного магазина есть такой чистый туалет. Чистый туалет с отоплением, еще, это очищает, да, очищает, воду дает. Да, да, и еще я уверена, что вот здесь очень мало чистый туалет, и даже вот там плавный туалет, а тут написано, что в унитазе нельзя, это бумага, да, туалет на бумагу. Да, да, да. А тогда куда, вот я, а в этом, ну, я это был шок, конечно, крутой бешок, так. Да. Да, это удобство, поэтому я уже умею потерпеть. Потерпеть, да. Да, кстати, когда я учился в Омске, в Государственном университете, там тоже есть и туалет, но немножко страшный туалет, но там нет туалетной бумаги. Только в магазине продают, поэтому тебе надо всегда носить с собой туалетную бумагу маленькую. Да, с собой, да? Да, 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 такие маленькие продают. Да, может кто-то украдут, поэтому, да, такое. Да, 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 украдут, Серега. Но, даже японская туалетная бумага еще вот там качественная, такая мягкая. Да, мягкая, да. Поэтому я много привезла из Японии туалетную бумагу, и когда вот там, ну, я работаю с балетной труппой, поэтому я еду на кастрой, да? Угу. И вот, ну, иногда бывает, что где нет туалетной бумаги, и мне спрашивают, а можно туалетную бумагу? Я говорю, это японская туалетная бумага, так что, ну, много не бери, но, конечно, можно, это очень качественная, мягкая, да, приятная. Мягкая, да, приятная, да. Да. Еще у меня было неудобство, это галятия вода останавливается на две недели в год, да? Кстати, это большая проблема, да, для японцев и для всех. Да. Вот где сейчас я живу, на квартире, сразу есть ойлер, здесь комфортно, очень комфортно. Да. Угу. Ну, а посидите, конечно, нет ойлера, да? Да, 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 поэтому я как бы, ну, я привык принимать холодной водой. Ну, да, это совсем холодная вода, да, вот поэтому, не как бассейн, бассейн там 27-28 градусов, наверное, бассейн это цепречек. Лучше ходить в бассейн. Лед, как лед, да, и когда я живу, да, это останавливается где-то мая, июня месяца, да, и это время как раз идет экзамен, ну, классический танец, балетный экзамен. Тогда мне нужен лак для волосы, чтобы прическа делать красиво, поэтому совсем было неудобно, что каждый день надо мать душ, но, потому что волосы, да, и еще не надо болеть, да, потому что экзамен, ну, холодная вода, но надо берегить себя, здоровье, а что мне делать, да, я была в шоке. Но ты же, как бы, была маленькая девушка сначала, и ты никогда не плакала за то, что ты скучаешь по Японии, может быть, по родителям, по друзьям, или по японской кухне и так далее. Когда только я приехала в Россию, да, было такое неудобно, потому что я купила компьютер, ну, привет, ради Японии, да, например, Wi-Fi, но можно пользоваться только через компьютер, Skype, так, и можно разговаривать с мамой, да, и, или, если вот эта плохая связь, Wi-Fi, ну, у нас обсудите, поэтому, когда многие пользуют плохая связь, и все вечером на ночь, да, нельзя дома, как говорится, потому что все есть, ребят, поэтому надо, ну, время, ограниченное время, и если вот по телефону с комнаты, так, то тогда вот там, например, такой маленький телефон, и, например, так, карта, да, там между, и в России продается такой пароль, и, значит, пароль, и 5 часов. Да, 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 кстати, было такое. В 2010 году, да, сначала ты была в Москве? Да, с 2010 года, поэтому, когда было так. А сейчас, да, есть, там, iPhone, и у меня, вот, пользуюсь сим-картой МТС, тут есть безремитная сеть, да, вот, это тоже стоит недорого, там, 600-600 в месяц. У меня тоже был МТС, да. Да, да, это самое дорогое среди МТС, но для меня очень тяжело, потому что 600-700 рублей в месяц, и можно сколько угодно, да. Но в Японии обычно стоит 3 тысячи или 4 тысячи рублей. Да, это тоже, да, да, чем в России, да, вот, сколько, да, и вот WhatsApp, Facebook есть, поэтому можно с мамой, папой, можно разговаривать, сколько угодно. Даже с Японией есть разница, часов 6 часов, да, в Японии 6 часов, да, так что, когда я, мне нужно вставаться рано утром, как в бузеринке, мама будет звонить, но у меня отца требует час днём, поэтому мама будет звонить, и я встану, я, да, как громкая связь, и я что-то, чем это занимаюсь, например, может, завтраками мыть, как-то, поэтому я чувствую рядом. Сейчас не скучаю, но когда было, ну, такое неудобство, да, вот, там, не связи, а тогда, да, я немножечко скучала, но у меня были друзья в России, даже, думаю, что русские друзья больше, чем японские друзья. О, это хорошо. Потому что русские очень теплые и поддерживают друг друга, поэтому я не так сильно не чувствую, что скучаю по Японии, но по Японии, Японская кухня, конечно, скучала, потому что тут есть ресторан, но это не совсем... Суши-роли, фиароли, типа. Да, но я считаю, что это тоже вкусно, я считаю. Я тоже, да, мне тоже нравится. Я считаю, что это русская и японская кухня, можно больше, поэтому как-то микс, и это тоже вкусно, но это не совсем, не настоящая. Поэтому я, конечно, скучала, да. Но ты никогда не встречалась с русским парнем? Я встречалась, потому что я приезжала с 14-15 лет, но в Японии у меня не было парня, потому что я учила, ну, где я учила японскую школу, да, где я ходила. А тут только девушки, вокруг меня не было мальчики, только преподаватели, либо папа, либо девушка, да, вокруг меня так. А, то есть ты не знаешь японских парней пока? Нет, не знаю, да, поэтому сравнивать очень трудно, но после того, что я приехала в Россию, девушки, мальчики. Ну, как они подошли к тебе и познакомились, да, и так далее. Вот, когда я очень не привыкла к русской культуре, что вот я не знаю, русская парня так добрая, да, но добрая, только не ко мне, ко всем добрая, да. А, например, вот открывали дверь, и я сразу поверена была. Они так воспитаны, я думаю, в России. Ты хочешь выйти замуж за японца или русского? Мне сейчас вот все равно. Раньше, конечно, я мечтала замуж за русского, да, потому что я хочу продолжать жить в Москве. А, почему? И мне нравится, ну, потому что здесь много работы, и для болезни здесь хорошее усробие, круче усробие, чем в Москве. Я больше встречаюсь с русскими парнями, много людей, да, тут живет много русских, да. Какие они, был какой-то, ну, страшный момент или, ну, странный момент или сюрприз для тебя? Ну, странный момент, например, вот в Японии такого не было, но в России, вот, например, на улице, да, вообще не с мужчинами говорят, что вот там, ой, красавица или что-то. Сразу, как бы, комплименты дают? Да, да. В Японии есть такой срок нампа. Нампа, угу. Да, вот это очень похоже, но мне это, конечно, приятно, но не нравится, да. А, то есть в России, в России, в России, так много, таких много было, да? Часто, часто. А, а, а. Но, может быть, ты выглядишь очень, как бы, несовершеннолетней, но, как бы, очень молодо выглядишь, да? Ну, для России, русских, мне кажется. Ну, да, да, для русских, поэтому многие думают, что мне еще 20 лет, либо 18, да. Но у меня тоже, как бы, когда я покупаю пиво в магазине, женщины говорят, да, паспорт, паспорт. Ну, потому что ты молодо выглядишь, хотя мне уже 33 года, но... Мне кажется, японцы выглядят очень моложе, чем на самом деле, да? Да, да, да. Скажите, что уже я живу в два раза больше, чем на самом деле. И после того, как я встречалась с русскими парнями, я уже верила, что он добрый, так. А, добрый. Угу. Например, среди Японии я не добрая, потому что японские девушки еще добрее, чем я. Многие добрые, да? А, ты злая, что ли? Не-не, не злая, но, вот, как сказать, но чуть-чуть эгоист такого есть, ну, может быть, да? Ага. А я одна дочка, и... И дети вот там, все верили для меня, ради меня, поэтому... Ммм... Ну, конечно, я стараюсь это не показать, что что-то есть, да, вот. А в России, вот, там, даже мне говорят, что вот, ой, ты такая добрая. Я хочу спросить, а как русские женщины вообще? Да, если считается, что я добрая, а как русские женщины, да. Почему конкретно он считал, что ты добрая? Ну, потому что я много не говорю, что я хочу, я хочу, да. А, русские все как бы, я хочу, я хочу, да? Ну, вот, может, все понятно, ясно, да? Например, я хочу вот это, а если ты мне подаришь вот это, я рада. Все четко и конкретно они говорят свою мечту, да. Они говорят, ну, допустим, вот там, когда мне спрашивают, а что ты хочешь на подарок, где на день, да? А я говорю, что, ой, особо нет, да, вот. Какое место самое твое любимое место в Москве? Ну, я сейчас живу на Арбате. На Арбате, о, прямо в центре. Да, поэтому я очень люблю Арбат. Там просто ходить интересно, да, по улице? Да, тут есть много магазинов, да. Бит красивый. Да, очень красивый. Да, 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 можно посмотреть, да. Виды хорошие, панорамы, да. Еще вот это мне нравится здесь, потому что если чуть-чуть ходить, то есть бри-бар. Если ходить в бри-бар, то я чувствую природу и очень приятно. А, я тоже сразу вспомню, но я тоже сейчас скучаю по Москве. Но там очень красиво, и иногда идут какие-то мероприятия или выставки, да. Тоже интересно. Да, 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 выставки, да, картина, ход. Тебе нравится русская кухня? Да. Русская кухня мне нравится, да. Борщ, пельмени. Да, потому что я люблю суп, разгребаться, да. А японский суп чуть-чуть скучно. Мисо суп, да, например. Да. Но больше что-то есть там мясо и овощи, так много. Поэтому это очень полезно для здоровья, и жить тоже вкусно. А крошка есть. А крошка тебе нравится? Да. Не пьешь водку? Не очень, да. Я 3-4 раза пробовала. Голова болела, что ли? Как сказать, сразу вот там хочется спать. Ты не пьешь, ты не куришь. А, я не пью, да, точно. Это 3-4 раза пробовала. А колья не куришь? Не курила? Нет. Понятно. Я купил себе кольян в Москве и привез в Японию. Иногда курю с друзьями. Понятно. И иногда вспоминаешь о Москве и о России. Причем с русскими и украинцами в Японии, в моем родном городе есть. И мы курим кольян. И они чувствуют, как будто мы в России или в Украине. Да, в России, да? Да, да, да. Ну, не в России, да? Понятно. Так, Марина, у тебя тоже есть YouTube-канал. Ну, когда ты открыл свой канал? Вот. Я очень люблю смотреть YouTube, потому что тут нет, ну, есть телевизор, но японских телевизора нет. Когда началась карантина, вот у меня, конечно, много времени. Ну, время. Да? И тогда у меня сразу появилась идея, что вот, ладно, я тоже попробую открывать канал. Ого. Поэтому первое видео я выложила 17 февраля. Кстати, я тоже начал в середине марта, поэтому, да. А, вот. В то время. Да, 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 в то время. Мы почти однако начали. Я активно, да, занималась YouTube. Уже у меня есть 120 видео. О, много. 120, да. 120, да. Молодец. Я помню, что ты выпускал видео каждый день в апреле или в мае, да? Да. В апреле и мае я каждый день выложила видео. Каждый день. Представляю, что это большая работа, да. Да. Я все время сижу на iPhone. Все, вот это, смотрю и ремонтировала, да, дома все. А ты до сих пор iPhone все делаешь? Да. Ничего себе. Окей. А что ты хочешь передавать через свой канал? Вот для японцев, вот я хочу, ну, я хочу, чтобы вот посмотрели, японцы, кто интересует Россию, да, и вот после просмотра моего канала еще стало больше интереса о России. А вот для русских наоборот, да, вот кто интересует Японию, и еще можно подробно знать о Японии, еще можно больше стать интересом в Японии, да, и можно друзей с Японией, с Россией. А ты еще преподаешь японский язык, да, в Москве? Да, еще в Москве преподаю японский язык, а это дополнительная школа, да, я преподаю. Еще вот я хочу расследовать балетное искусство в Японии, в России, да, и когда вот стало больше и больше подписчиков, и, конечно, я мечтаю открывать мастер-класс, и тогда сначала вот там для непрофессионал, да, можно со мной заниматься балетом. И кто, ну, кто занимается балетом, я серьезно посмотрю, вот там балетный урок, и потом чуть-чуть индивидуальные занятия, и можно вот там разговаривать, открывать в Москве и в Японии. Мне кажется, твой план все, ну, сбиться в будущем. У тебя сразу скачок клиентов, да. Да, мне было очень приятно весело, да, я не чувствую что сегодня мы познакомились первый раз, да, представляете? Вот мы смотрели на YouTube друг от друга, но познакомились первый раз, да. Да, первый раз. И еще вот сегодня вот там перед этого видео, да, мы снимали на моем канале вместе с Йоричей, да, вот договор о России с точки зрения японец и японки. вот так. И написано ссылка в комментариях, поэтому посмотрите, пожалуйста, на ее канал тоже. Посмотрите и если можно, то подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, да, я буду очень рада. Обязательно. Спасибо большое, Маришка, и спасибо большое всем. И если вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал. Наш канал. Наш канал. Наш канал. Наш канал, да. Ну, я надеюсь, еще снимаем общую видео, потому что еще тема много есть, да? Еще снимаем. Да. Обязательно. 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 Тогда да, пока. Спасибо. Пока. Пока. Пока.